Движемся по книге, и тут очень простая тема следующая. Параграф 2. Группы преобразований. Господа, помните ли вы аксиологу? Нет. Что? Существует единица. Существует единица. Это замечательно, потому что даже действия преобразования, безусловно, являются единицей, и все отлично. Что еще было? Существует. Обратно. Ну, обратно тоже не проблема, да? Действительно, обратно, прямой из обратно. Есть преобразование туда, и можно сделать обратно. Замечательно. И еще так главное. Для любых, как на цех, это ана, что? Сколько вы делаете? Отлично. То, что называется ассоциативность. Я на лекциях тогда учтил это, ну, просто, потому что не хотелось время тратить, я боялся успеть, ну, правильно лекциях. А сейчас нужно это подробно обзобрать. Господа, что такое ассоциативность? Это, если у вас есть буквоба, вы сначала делаете бц, а потом вычисляете а, а можете наоборот, а на б, а потом на цех. Так вот, представьте себе, что у вас есть какие-то множества. Вот есть одно множество. Второе, третье и четвертое. И представьте себе, что у вас есть какое-то отображение. Вы это понимаете? Абсолютно любое. Отображение, это вот что значит. Когда у вас есть точка здесь, то из нее ведет ровно одна стрелочка сюда. Не обязательно вот в эту точку ведет стрелочка. Может быть, в какую-то точку ведет несколько стрелочек. Это пожалуйста. Но из любой точки здесь идет ровно одна стрелочка. Из каждой точки отсюда ведет ровно одна стрелочка туда. Куда ведет, неважно, в чем быть в этой множестве. Итак, есть какое-то отображение С. Есть какое-то отображение Б. Я не знаю, как оно устроено. И есть какое-то отображение А. Которое в каждой точке, да, там ведет, я очень знаю, где. Замечательно. Отображение А может быть определено и на точках, которые не получаются действием Б. Запасно. Но важно. Из любой точки отсюда есть однозначное движение сюда. Из любой точки отсюда четко известно, куда пойдем. Из любой точки отсюда известно, куда пойдем. Замечательно. Оказывается, когда вы берете любую точку, вот представьте себе, здесь вы взяли абсолютно любую точку присутствия, то и вот это выражение, и вот это выражение на самом деле имеют один и тот же смысл. На самом деле это не просто легко, а это очевидно. Но это один раз в жизни, надо в конце понять. Вот что такое применить к точке Х отображение вот такое. По определению. Это нужно взять отображение А от отображения ВС, качественного в точке Х. А БС от Х. Это по определению В, взятое от С от Х. Вот я просто написал каждый раз по определению, что такое композиция. Давайте еще раз спросить. Что такое Ф в композиции с Ж, взятое в некоторой точке М. Да это по определению. Ф, вычисленное в точке Ж. Это просто определение того, что такое композиция. Итак, это А от Б, которая взята от С. А теперь смотрите, что такое А в композиции с В и все это в композиции с С, вычисленное в точке Х. Очень просто. Это нужно взять А в композиции с В, вычислить его от С, а это по определению. Нужно взять А, вычислить в точке, которая получена при образовании В, из точки С от С. Это одно и то же. Ассоциативность не требует взаимодозначенности. Ассоциативность требует только того, что у нас в принципе отражение. Вот если у нас есть любая точка Х, то она под действием С куда-то перейдет. После этого это под действием В куда-то перейдет, а это под действием А куда-то перейдет. Вот и все. И вот этот вот длинный путь, это как раз и есть композиция А, Б, Р, Ц. Таким образом, требование ассоциативности является абсолютно обязательным. Если мы занимаемся преобразованиями, то свойства ассоциативности им абсолютно присущи. На самом деле математские бывают неассоциативные системы. Вполне рассматриваются неассоциативные пользы, для них есть целая наука. В общем, вполне бывает. Но если речь идет о преобразованиях, то ассоциативность будет обязательной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...